МЧС военных и добровольцев Противопожарный режим вводится у нас начиная с конца весны и до глубокой осени. Это означает, что на территории города, садоводческих и дачных объединений, а также предприятия запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и проведение иных пожароопасных действий, в том числе приготовление пищи на углях. Если установлен первый, второй или третий класс пожарной опасности, то посещение лесопарковой зоны еще не запрещено, но строго регламентировано. Любая организация или там группа людей, прежде чем прийти в лес, они должны обратиться к нам в лесопарк, сказать о себе, заявить о группе, где они будут проводить мероприятие, в каком месте. Мы должны это строго зафиксировать, познакомиться со старшим, ознакомить его с правилами пожарной безопасности в лесах. Он должен у нас расписаться в том, что он ознакомлен с этим, взять на себя ответственность. Именно человек главный виновник лесных пожаров. В сухую, ветреную, даже не жаркую погоду достаточно одной брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, тлеющих углей от костра, чтобы огонь охватил огромную площадь леса за считанные минуты. А осколки стекла и бутылки, которые оставляют после себя отдыхающие в ясную погоду, фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Запрет на посещение лесов вводится уже при четвертом классе пожароопасности. В нашем регионе установлен пятый. Вход и въезд в лес строго запрещен. Посещать леса можно только там, где это разрешено. А именно, значит, прогулочная тропинка, это вот от 15-й школы и туда до водовода, там можно гулять. Наши экологические тропы, по тропам тоже можно гулять, это уже от водовода и до родников, и в зоне отдыха протяжное озеро и Боровое озеро. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают от 2000 до 1 миллиона рублей. Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог. Редактор субтитров А.Семкин